На второй ступени есть такие упражнения, как восемь упражнений для развития силы мысли. То есть эти упражнения считаются как бы высокого уровня практики? То есть это все будет связано с силой вашего сознания, намерения, поэтому мы сейчас еще раз об этом расскажем. Чунгунг — это то, что люди могут изменять материалы, предметы. Но это необычные способности. Основатели школы Джонгун утверждают, что обычный человек не может этого сделать с предметами. 具体的内容介绍在中共和麒麟文化介绍中. Подробное описание находится в теории школы Джонгун и школы麒麟. И в целом, в整个修нен过程中,必须要经历过的几个特异功能,力量,训练. Например, человек должен для того, чтобы овладеть этими методами, развить силу своей мысли. Это было темой второй ступени. А вот на третьей ступени, то есть это Дин Ли, как бы сила воля, сила вашего намерения. И следующий пункт, насколько развита ваша мудрость? И следующий пункт, который проходит на пятой ступени, называется Сила Духа. И их использование, оно уже дается на шестой и седьмой ступени. А на восьмой ступени мы практикуем Силу Души. Вот когда я говорю, то есть Сила вашей Души, что это значит? Какие мысли вам приходят в голову? В буддизме это называется Сила Будды. То есть основные положения – это насколько развито ваше сердце, насколько вы соединены с космосом. То есть мы говорим Сила Души, только это понятие, никакие другие сюда не входят. Все наши скрытые потенциальные возможности, они зависят от нашей силы. Вот эти восемь инструментов для развития силы сознания, они все пришли из буддизма. А вот название Ин Йен Ли – это современное название. Ниен Ли Ба Ге – это значит, что это значит, что мы развиваем силу нашего сознания в восьми упражнениях, восьми ключах. И вот человек, получается, буддист, который практиковал эти практики, он умел изменять природу и структуру вещей. То есть он обладал также ясновидением, умел передвигать предметы на расстоянии. Е дау хо ла, дау джо, ин, фу, джо – тата ау ми х юан ли. То есть все эти ключи пришли именно из буддизма. Сначала мы немного поговорим, что же такое сила сознания и способы тренировки его. А можно как бы здесь использовать, получается, свою руку с помощью инструмента для того, чтобы энергию посылать, а можно просто силой своего сознания пользоваться? Ну вот, например, мы проходили с вами такое упражнение, когда никакие плохие, негативные энергии других людей не может быть. Как бы это называется закрытие глаз и глаза рта, то есть запечатывание? То есть способов как бы большое очень, большое количество существует. То есть это все, этот материал он дается только на второй ступени. Хорошо. Мы首先簡單的介绍几个誘発 и訓練的方法. Сейчас расскажем о нескольких способах. Первый способ мы уже проходили, когда вы удлиняли или укорачивали свою ладонь. Это первое. Второе, это спонтанное движение. То есть мы использовали медную проволоку и как бы с помощью, и закручивали ее в спираль. А потом использовали нитки, то есть они как бы зависали в воздухе. То есть все это делается на расстоянии 30 сантиметров. И то есть во время работы с предметами нужно обязательно закрыть двери и окна для того, чтобы ветер не помешал вам. И не надо использовать свое собственное дыхание и дуть на предметы, чтобы они двигались. Обязательно нужно расслабиться. Обязательно нужно расслабиться, полностью расслабиться. То есть и, например, работа с медной проволокой. Вы должны сконцентрироваться на предмете. Можно закрыть глаза, можно прикрыть, можно смотреть на этот предмет. То есть сконцентрироваться на нем. То есть здесь есть одна тонкость, когда вы работаете с предметом. Нужно обязательно, чтобы ваша сила мысли усилилась, расслабиться. Но не нужно перенапрягаться. Не нужно беспокоиться. То есть, если вы посмотрите на предмет одну минуту, а он уже одну минуту, а он не двигается. И вы думаете, блин, как же так он не двигается, что делать? Начинаете паниковать. То есть расслабьтесь, обязательно успокойте свое сердце, свои мысли. Просто расслабленно сконцентрируйтесь. То есть вы будете выполнять это упражнение в течение 20-30 минут. То есть время будет. Используя силу вашего сознания, вы позволяете, например, эту проволоку двигаться либо вперед, изгибаться, либо назад, то есть в любой плоскости, либо закручиваться в спираль. И так же, например, вы держите проволоку в руках. А другой рукой, рукой меч, да, вы закручиваете эту проволоку на расстоянии 30 сантиметров, либо двигаете ее просто в любом направлении. Когда вы начинаете это упражнение, оно тоже длится 20-30 минут. Например, когда вы делаете это упражнение, не нужно сидеть за этим целый час, но не нужно, чтобы время было очень коротким по выполнению. То есть чем больше вы будете, например, заниматься с таким предметом, как проволока, то есть тем меньше времени вам в дальнейшем понадобится для того, чтобы быстро повлиять на предмет. То есть вы будете чувствовать, что вы становитесь более сильным. Так, следующий способ, следующий упражнение. Почему я попросил вас принести сосуды? То есть я попросил принести бутылочки для того, чтобы вы положили туда медную проволоку. И если бы подул ветер, то есть проволока бы не двигалась точно, то есть она была бы запечатана. Вы помещаете проволоку внутрь банки, запечатываете ее крышкой, то есть она не двигается. И то есть вы точно знаете, что если она двигается, то только с помощью силы вашей мысли. То есть не нужно, например, когда вы хотите согнуть проволоку, не нужно постоянно думать двигайся, 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 двигайся. То есть просто нужно представить процесс и успокоиться. Почему нам нужна именно медная проволока, а не другие предметы? Потому что она очень хорошо видна, например. То есть медная проволока, то есть она используется у нас везде, то есть в проводах. То есть мы пользуемся радиоприемниками, там, остальными электроприборами. Она является хорошим проводником энергии. Поэтому, когда вы используете именно медную проволоку, то она очень легко может начать двигаться под вашим воздействием. То есть, а следующее упражнение называется, когда вы двигаете предметы? Вы можете, например, взять ножницы, можете взять тетрадку, любые предметы, которыми мы пользуемся в быту. Потом приготовить несколько стаканов и приготовить, взять какую-нибудь там обычную кислоту и соль. И одну чашку, например, с кислотой. То есть, используя силу вашего намерения, как бы вы представляете, что как бы все частицы, вся составляющая кислоты, она переходит в воду, то есть становится ею. То есть, и по прошествию времени, то есть, когда вы делаете это упражнение, вы потом пробуете слегка воду, изменила ли она вкус и запах? То есть, стала ли она, как это, вот, например, кислота или, например, лимонный сок? То есть, если вода изменила свои свойства, да, свой запах и вкус, то значит вы достигли успеха? То есть, когда мы используем, когда мы используем какие-то природные вещества? То есть, например, там кусок дерева, какой-то естественного происхождения. То есть, например, взять комнатное растение можно, потому что листья, они очень чувствительные, например, растений. То есть, полностью нужно, опять же, закрыть все окна, все двери, чтобы не было никаких сквозняков. Положить на какой-нибудь столик на расстоянии 30 сантиметров от вас. И нужно представить, как листья начинают двигаться на растении. Так как растения, они тоже обладают собственным сознанием. Поэтому это будет сделать гораздо легче. Вот этот вот способ – это то, что я сам, чем я сам занимался с растениями. И есть способ тренировки с людьми? Например, для того, чтобы укрепить силу своей мысли, то есть мы собираем энергию. Второй способ – это когда вы помогаете другим людям, когда вы их лечите. Мы длительнее, что чем больше вы лечите, тем сильнее становится силой вашего намерения, силой мысли. То есть, например, как это происходит в лечении других людей? То есть люди вам очень становятся благодарны, они испытывают чувство благодарности, и тем самым они шлют вам энергию, и как бы ваша сила мысли, она укрепляется становится сильней. То есть, какими бы силами вы не обладали, в любом случае они укрепятся, станут сильнее. А есть разница силы мысли для того, чтобы двигать проволоку, допустим, или воздействовать на листья растений? Разница, как это измерится или не меряется? Как это определить? Сокон нужно туда, сокон нужно, сюда, сокон нужно. В чем различие? Да, есть ли различие вообще? Или нет? Или я могу, допустим, научился с проволокой, я могу и стол точно так раз и подумать. Мне достаточно будет подумать. Не таких процессов. Музыка Вот это тоже, как например, нужно учиться про что-то. Как lui-то облегчить. Есть ли такие процессы? Это как разница в том-born,? Конечно. Есть листья? Да, есть листья? Конечно. Например, да, конечно, есть разница. Например, маленький ребенок, он не подвинет стол, а взрослый человек, то есть у него, он сможет это сделать. Да, он сказал, что это зависит от того, насколько вы часто тренируетесь. То есть, неважно, какое это упражнение с предметами, вам нужно больше тренироваться. То есть, например, вот преподавание, это тоже один из способов тренировки своего сознания, потому что вам нужно следить за учениками, то есть следить, как они занимаются. Они, в свою очередь, обращают внимание все время на вас. То есть, поэтому, например, чтобы стать хорошим преподавателем, это очень непросто, нелегко. И, пожалуйста, все, позвольте учителю сначала рассказать все, да, суть урока, а потом задавать вопросы. То есть, когда вы его перебиваете, ход его мыслей, он, как бы, возникает некоторый ступор, он не знает, что дальше рассказывать, то есть на чем он остановился. Он просто об этом раньше не говорил, вот сейчас говорит. И вот особенность, например, практики в этой школе, есть такой способ развития сознания, как помощь другим людям и лечение заболеваний у других людей. То есть, например, когда вы лечите других людей, они испытывают чувство благодарности. То есть, например, когда вас люди просят сделать что-то, помочь им, вот, то есть вы тоже развиваете силу своего сердца и в то же время укрепляете силу своего сознания. То есть, учителя говорит, что, например, в контексте... Школы Джонгон и культуры Тянгхуа, культуры Поднебесной, то есть нужно обязательно, как это, делать хорошие дела. И то есть энергия космоса тогда будет вам еще усиливать вас, как бы укреплять ваши силы. То есть, ну, как бы в противном случае, как бы могут возникнуть некоторые проблемы. Что значит развитие, что значит помогать людям и развивать свою мудрость? То есть это значит, что когда вы помогаете другим людям, вы их учите и раскрываете их внутреннюю мудрость, то есть то, чего они раньше не знали, то есть они обретают новые знания. То есть люди, которые не обладали мудростью, они начинают понимать суть вещей. Хайпа, лэн, б хайпа. Люди, которые боятся, перестают бояться, уходят страх. То есть это все называется помогать людям. То есть, например, когда вы в обычной жизни учите людей, да, чему-то лечить их. То есть, то тогда таким образом открывается учительский канал. То есть вам легче обрести внутреннюю мудрость. То есть и легче, то есть общаться с космосом. То есть, например, еще вы принесли иголки. Да. То есть, ну, можно, как это, изменить форму иголок, позволить ей прогнуться, да, то есть, либо как-то еще свернуться, изменить форму. А вот, например, значит, эксперимент с иголкой, когда вы укорачиваете иглу, либо прогибаете ее. То есть это все объясняется на шестой и седьмой ступени, то есть подробно как бы развитие вот этих способностей. То есть вы должны овладеть внутренней мудростью, получается, силой воли. И потом уважать внутренние и внешние законы космоса, законы социума. То есть тогда вы сможете, а также помогать другим людям. Тогда вы сможете, как бы, ваша сила сознания будет наиболее мощной. То есть мы будем сегодня заниматься с иголкой, сгибать ее, либо укорачивать. То есть сейчас, в скором времени будем делать это упражнение. То есть от чего зависит, согнется игла или укоротится, или нет. То есть это сила вашего сознания и мудрость, внутренняя мудрость. Сила вашей воли, о которой я рассказываю на третьей ступени. Я заметил, что все очень хорошо подготовились, принесли предметы. То есть, обязательно у многих людей получится согнуть или укоротить иглу? В этом случае, когда мы учреждали, мы должны обязательно расслабиться, расслабить голову, тело, успокоить сердце, мысли. Тогда вы сможете согнуть иголку. Хорошо, теперь мы будем отдыхать. Хорошо, разогреть руки, ладони. А в консиле умываем лицо. Хорошо. Хорошо. Подключение Колок Say Прохлопывая голову. Растираем уши. Растираем точку даджуэй. Бессмертный журавль пьет воду. Хорошо, а сейчас, пожалуйста, возьмите иглу. Можно тонкую, можно толстую иглу взять, все равно. Вот смотрите, чтобы иголка выдержала давление. Да, если она слишком, например, маленькая, то она не сможет согнуться. Положите, пожалуйста, на ладошку. Да, не бойтесь, положите на любую часть вашей ладони. Теперь расслабьтесь. Расслабьте всю вашу нервную систему. Расслабьтесь, пожалуйста, и сконцентрируйтесь на иголке, которая у вас в руке. Используя сознание, говорите, то есть она становится короче, игла короткая. А еще вы можете ее согнуть, то есть как вы хотите, любой формы. То есть она может либо согнуться, либо стать короткой, все равно. То есть работайте своим сознанием. То есть можно просто ладонь прикрыть, то есть расслабьтесь, положите, пожалуйста, на бедро руку. Значит, чем дольше время выполнения этого упражнения, тем лучше, чем вы расслабленнее, тем эффективнее. То есть когда вы посылаете энергию, чем вы напряженнее, тем меньше пропускная способность, нужно обязательно расслабиться, расслабить свое сознание и тело. То есть можно, например, еще представить, помимо сгибания и укорачивания иглы, что она становится горячей. Можно не вся игла становится горячей, например, а ее часть какая-то, половина, то есть она начинает жечь вам руку, то есть прям как будто она горит, становится красной. Или, например, вы можете представить себе, как будто вы используете какой-то инструмент, и этот инструмент обрезает иглу, и она становится вмиг короткой. Каждый не смотрите, пожалуйста, на своих соседей, следите только за собой. Сейчас учитель вам будет помогать и будет делать дайгун, то есть передавать вам свои силы, а вы в это время должны расслаблено концентрироваться. Пожалуйста, отрегулируйте свое положение тела. Пусть ваше тело станет расслабленным, вам будет комфортно, хорошо. Где некомфортно, где чувствуете дискомфорт, можете размять его, чтобы он ушел. Подвигайтесь чуть-чуть. Не нужно беспокоиться, расслабьтесь, пожалуйста. Сейчас внимание, расслабьте, пожалуйста, все ваше тело. Расслабьте вашу голову. Расслабьте ваши руки. Расслабьте вашу грудь, вашу спину. Расслабьте поясницу, живот. Расслабьте ваши бедра, икры, ваши стопы. Расслабьте пальцы на руках и ногах. Тело полностью расслаблено, начиная от макушки головы, заканчивая кончиками пальцев на ногах. Снутри и снаружи, тело расслаблено. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Расслабьтесь, слушайте учителя. Расслабьтесь. 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 Успокоив ваше сердце и ум, используя ваше сознание, прикажите игле, чтобы она стала либо короче, либо согнулась. И как бы чувствуете и представляете это, расслабившись, слушайте музыку и расслабляйтесь. Расслабьтесь, полностью расслабьтесь. Пусть все ваши силы сейчас будут сосредоточены на игле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У кого изменилось? Дайте посмотреть, пожалуйста. А вы ее сгибали или короче делали? Сгибал. Вот у него согнулась иголка, посмотрите, пожалуйста. Можно взять, да, посмотреть? А вы сгибали ее или укорачивали? Я ее сгибал. А, Тхайе Уанчу. Да, чуть-чуть. У него более очевидно, что она согнута. Согнулась, да. Значит, выполняя это упражнение, нужно обязательно пребывать в тишине. То есть можно практиковать это упражнение около двух часов. Можно даже и дольше, если вы хотите его укоротить или согнуть иголку. В процессе выполнения этого упражнения некоторые ученики мешали друг другу. То есть был некоторый шум. Кто-то выходил, у кого-то что-то падало. Ну, как бы, сегодня вам не нужно практиковать больше это упражнение, например, дома. То есть после обеда мы будем делать, еще практиковать. У кого не согнулись иголки или не укоротились, это не значит, что у вас все плохо. Учитель может сказать, что ваше последнее состояние было не очень хорошим, не очень тихим. То есть нужно следить обязательно за своим состоянием, то есть как бы положением своего тела. Это ваш шедевр. НОВАРТЕВАЛОЕ СМЕХ